Уважаемые депутаты Законодательного собрания Омской области, уважаемые приглашенные! В соответствии с уставом Омской области представляю вам традиционный отчет о работе регионального правительства за прошедший 2014 год. Подводя итоги года, отмечу, что есть серьезные достижения, которые позволили выйти на новый виток в развитии Омской области, но остались и задачи, которые только предстоит решить. Выстраивая региональные приоритеты, правительство Омской области неукоснительно следовало федеральным установкам по первоочередному выполнению задач, определенных президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путиным в майских указах и посланиях Федерального собрания. Как результат, в прошлом году выполнены все обязательства социального характера в рамках поручений майских указов. Всего на их реализацию из областного бюджета выделено более 21 миллиарда рублей. В полном объеме обеспечено финансирование из областного бюджета, повышение заработной платы отдельных категорий работников в бюджетной сфере. Положительная динамика с детскими садами. Созданы дополнительные места для 7 тысяч малышей. В 23 районах области ликвидирована очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет. Построены 3 новых детских садика в городе Омске, Тарском, Тиврисском районах и еще 3 здания приведено в областном центре и 2 детских сада в городе Омске и Таврическом районе открыты после реконструкции. Проведен масштабный ремонт имеющихся помещений с созданием новых групп в действующих образовательных учреждениях. Свой вклад в решение этой задачи внесли и социальные предприниматели, которых мы активно поддерживаем. Всего в 2014 году открыто 700 мест для дошкольников в учреждениях негосударственного сектора, в том числе 546 мест предпринимателями, которыми оказана государственная поддержка. В результате доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет у нас составила более 91%. Но пока рано говорить о том, что проблема очередности полностью лишена, особенно в областном центре. Перед нами стоит задача до конца текущего года дать возможность всем малышам, которым уже исполнилось 3 года, посещать детские сады. Еще одно направление майских указов – это повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг. Проведен большой объем работы по созданию на территории Омской области сети многофункциональных центров предоставления госуслуг. На начало текущего года МФЦ были открыты во всех административных округах города Омска и 14 сельских районов. Обеспечен высокий уровень доступности для населения услуг, оказыванных по принципу одного окна. В 2015 году эта работа будет завершена и МФЦ появится на территории всех районов области. Не менее важным предоставляется обеспечение жителей Омской области доступным и комфортным жильем. Здесь тоже есть о чем сказать. Всего на территории региона построено порядка 850 тысяч квадратных метров жилья. Это на 2,6% больше, чем в 2013 году. Введены 3 дома из 25 проблемных. На 12 домах ведутся работы. 5 из них находятся в высокой степени строительной готовности. Мы продолжаем решение юридических вопросов и по остальным 10 проблемным домам ведется подготовка к возобновлению их строительства. В 2014 году начато освоение площадок комплексной жилой застройки на территории города Омска. В рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда переселено более 3000 человек. Продолжается строительство 46 многоквартирных домов в районах области и 9 многоквартирных домов на 611 квартир в самом областном центре. 2014 год отмечен значительным улучшением демографической и миграционной ситуации. Впервые за последние 15 лет в области зафиксирован как естественный прирост населения 3605 человек, так и миграционный 702 человека. Отмечу, что в 2013 году миграционная убыль составляла 2800 человек. Также в 2014 году зафиксирован рекордный за последние 23 года уровень рождаемости. В Омской области родилось почти 30 тысяч малышей. На миграционный прирост в 2014 году существенно повлияла реализация госпрограммы по содействию добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. Омская область в прошлом году приняла более 5800 соотечественников, что в 2,4 раза превысило плановый показатель. Омская область по праву может считаться многонациональным регионом. На нашей территории в мире и согласии проживают представители более 120 национальностей со своими культурными и конфессиональными особенностями. В 2014 году Омская область сохранила лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе по показателям межнациональной и этноконфессиональной стабильности. И в этом есть заслуга регионального правительства, уделяющего серьезное внимание вопросам межнациональных взаимоотношений, тем более важным в свете непростой международной обстановки. Наша область не осталась в стороне и от проблем беженцев, массово хлынувших в Россию после начала боевых действий на Украине. Мы протянули руку помощи для 2000 человек. В 16 пунктах временного размещения, организованных на территории Омской области, для граждан Украины были размещены 1500 человек. На их обустройство из резервного фонда правительства Омской области было направлено порядка 88 миллионов рублей, а также более 10 миллионов рублей трансфертов из федерального бюджета. Свыше 1700 граждан Украины приняли участие в программе по переселению соотечественников. Многие из них решили остаться в Омской области. Хочу также отметить значительно позитивные сдвиги в создании на территории Омской области комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году мы продолжили работу по оборудованию входных групп в здания учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты. 83 инвалида-колясочника получили компенсацию по обустройству жилых помещений. Установлен 41 пандус в местах проживания инвалидов-колясочников. Организована работа диспетчерской службы, видеосвязи для инвалидов по слуху. Большое внимание уделялось созданию безбарьерной среды для детей в базовых школах всех муниципальных районов области и города Омска. В зоне шаговой доступности созданы условия, позволившие увеличить с 25 до 42% долю детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся инклюзивно. Дополнительно организовано дистанционное обучение на дому для 29 детей-инвалидов. Это 100% охват дистанционным образованием этой категории обучающихся. По результатам федерального конкурсного отбора с 1 сентября 2014 года Омская область в числе 17 пилотных регионов приступила к апробации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения для детей с нарушением слуха, речи, интеллекта и эмоционально-волевой сферы. Одной из главных задач власти всегда была и будет забота о тех, кто сам о себе позаботится не в состоянии. Это дети и пожилые люди. В прошлом году на заседании Президиума Государственного Совета Российской Федерации я докладывал о том, что нам на треть удалось снизить очередь в стационарные учреждения среди одиноких пожилых людей. В этом году мы полностью эту очередь закроем. Помимо ремонта и строительства специализированных учреждений у нас есть положительный опыт внедрения стационарно-замещающих технологий. На начало 2015 года 228 приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов мы уже создали. Важнейшими задачами в 2014 году оставалось укрепление Института Семьи и Детства, профилактика социального сиротства, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году сократилось количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом до 95,2% увеличилась доля таких детей, устроенных в семьи. С участием Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создана социальная гостиница для несовершеннолетних, ресурсный центр по профилактике социального сиротства, жестокого обращения и насилия над детьми. Во всех районах области появились службы социальных участковых. Увеличено количество социальных служб экстренного реагирования. Хорошая динамика у нас сегодня по обеспечению жильем выпускников детских домов. В 2014 году жилыми помещениями было обеспечено 518 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 157 человек больше, чем в 2013 году. На эти цели было направлено порядка 500 миллионов рублей. В этом году работа продолжается и запланировано строительство и приобретение еще 380 жилых помещений для детей-сирот. Говоря об итогах 2014 года, отдельно хочу отметить и достижения омских спортсменов. Семьи мячей приимели участие в 22-х Олимпийских зимних играх и 11-х Паралимпийских зимних играх в Сочи. Все мы знаем о Яне Романовой, Григории Мурыгиной, прославившем Омскую область. Всего в 2014 году омские спортсмены завоевали 932 медали во всероссийских и международных соревнованиях. Из них 315 золотых, 228 серебряных и 379 бронзовых. Радуюсь, что сегодня треть жителей Омской области систематически занимается физкультурой и спортом. И этот показатель ежегодно растет. Прошлый год также был богат и на культурные события. Отмечу кинофестиваль дебютов движения, 4-й международный театральный фестиваль «Академия», фестиваль «Новые музыки», международную выставку в эразе арт «Великие реки и искусство». Безусловно, особое внимание уделялось мероприятиям, посвященным 70-летию победы Великой Отечественной войны. Год культуры прошел в Омской области на достойном уровне. И в текущем году запланировано более 20 региональных проектов, связанных уже с проведением года литературы. Уважаемые депутаты, отдельно я хотел бы отметить достаточно серьезное достижение в развитии социального бизнеса. В этом сравнительно новом направлении деятельности, как для самих предпринимателей, так и для регионального правительства. На Пятом съезде некоммерческих организаций России Омской области, как региону, внесшему весомый вклад в совершенствование системы государственной поддержки институтов гражданского общества, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, была присуждена общественная премия «Госгрант». В 2014 году введены новые субсидии на создание частных домов для престарелых граждан, а также субсидии для предпринимателей, осуществляющих социально ответственную деятельность. Всего было поддержано 17 проектов частных детских садов и 9 социально значимых проектов. В дополнение к частным пансионатам для пожилых людей в Тарском и Любинском районе, открыты два частных дома для престарелых в Большереченском и Иссель-Кульских районах. Еще один появится до конца года в Нижнем Омском районе. Плюсом к этому реализованы проекты в Омске по оказанию медицинской помощи и проведению спортивных тренировок для людей с ограниченными возможностями и по трудоустройству социально незащищенных граждан. На поддержку предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в социально значимых направлениях, предоставлены более 100 миллионов рублей субсидий за счет областного и федерального бюджета. В октябре 2014 года проведен четвертый международный форум социальных предпринимателей и инвесторов, значимость и уникальность которого отметил представитель правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев. Мы взяли высокий старт и доказали, что эта сфера сегодня интересна бизнесу, которая также может решать острые социальные проблемы. Итог. Наша региональная практика по развитию социального предпринимательства уже признана лучшей в России и одобрена к тиражированию в других регионах. Увеличилось число частных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы госгарантий и бесплатного оказания граждан медицинской помощи. За счет небюджетных средств на базе 1-й городской клинической больницы и Калачинской больницы созданы центры нефрологии и гемодиализа для обслуживания пациентов с хронической почечной недостаточностью. Сегодня все нуждающиеся обеспечены возможностью проведения высококачественной процедуры гемодиализа на аппаратах «Искусственная почка». С декабря 2013 года стартовал проект «Омская область. Регион социальной активности». Его цель, и это следует из названия, «Повышение социальной активности и ответственности бизнеса органов государственной власти и населения». В рамках проекта около тысячи человек приняли участие в работе ежемесячных экспертных площадок. Организована система независимой оценки качества работы сферы здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты. Эта работа продолжена и в текущем году. Сегодня нам необходим прямой диалог с жителями области по вопросам повышения качества работы, организации социальной сферы и оценка деятельности их руководителей. В июне этого года в Омской области будет проведен крупномасштабный форум социальных инноваций регионов, в котором примут участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители федеральных органов исполнительной власти, законодательных и исполнительных органов-субъектов Российской Федерации, политических партий, общественных объединений, научных, образовательных, медицинских организаций и организаций социального обслуживания, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций и бизнес-структур. Одной из главных целей форума выступает оказание содействия модернизации социальной сферы, в том числе на основе распространения государственного частного партнерства и развития практики аутсорсинга социальных услуг и формирования конкурентной среды. В прошлом году региональное правительство не только полностью обеспечило предоставление социальных льгот гражданам, но и ввело новые меры социальной поддержки на капитальный ремонт и частичную компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг. Ключевые направления региональной экономической политики определяются общим стратегическим курсом страны. Вместе с тем региональная власть должна соответствовать времени и грамотно выстраивать социально-экономическую политику на местах. В прошлый год был ознаменован серьезными вызовами устойчивости нашей экономической системы. Это не могло не отразиться, конечно, и на нашем регионе. Повторяю, общероссийский тренд замедлилась динамика основных показателей социально-экономического развития региона. Ряд индикаторов ушли в отрицательную зону. Выросла инфляция, снизилась инвестиционная активность и потребительский спрос. Сократились объемы банковского кредитования корпоративного сектора. К этому следует добавить существенно возросшие социальные обязательства при недостаточности бюджетных средств для решения задач экономического инвестиционного блока, высокий уровень регионального государственного долга, а также банкротства одного из крупнейших налогоплательщиков. По оценке темп роста валового регионального продукта замедлился до 2% против 5% в 2013 году. Инвестиции в основной капитал в целом по области снизились на 2,5%, при этом наибольший спад в энергетике и строительстве на 40 и 30% соответственно. Оборот в секторе малого предпринимательства в 2014 году увеличился всего на 4%, тогда как в предыдущие годы рост составлял порядка 12-13%. Инфляция в 11,4% обусловила снижение реальной заработной платы на 1% к уровню 2013 года. Показатели, характеризующие потребительскую активность населения, остались практически на уровне 2013 года, и оборот розничной торговли вырос на 0,2%, а объем платных услуг на 0,3%. При этом в качестве плюса стоит отметить, что динамика ВРП, промышленного производства, индекса потребительских цен, уровня безработицы у нас лучше аналогичных показателей в Среднем по России и Сибирскому федеральному округу. Вопреки негативным воздействиям, мы должны обеспечить устойчивость региональной экономики и сохранить социальную стабильность Омской области. На сегодняшний день нам это удается. Мы получили стимул для поиска новых возможностей. в первую очередь в импортозамещении, поддержке экспорта, внедрении новых технологий и реализации инвестиционных проектов. Отчитываясь перед депутатами Государственной Думы о работе Федерального правительства за 2014 год, Дмитрий Анатольевич Медведев подчеркнул, что все наши приоритеты, наши стратегические установки должны остаться прежними, и они останутся таковыми. Даже кризисные условия наши намерения менять не должны. Эти слова являются для нас лейтмотивом при формировании экономической политики правительства Омской области. При этом в сегодняшней реалии безусловно стимулирует поиск качества новых подходов не просто к сохранению, а к росту деловой активности в регионе. Ключевое направление, без которого немыслимо сохранение позитивной динамики, развитие региональной экономики – это создание благоприятного климата для инвесторов и предпринимательской инициативы. В начале деклада я уже упоминал о том, что инвестиции у нас по итогам 2014 года снизились, немного меньше, чем по России в целом. Но в любом случае это тревожный сигнал. Отрицательный тренд сегодня нужно переломить. И здесь у нас есть точки роста. Несмотря на общие тенденции замедления темпов роста капитальных вложений, наблюдалось повышение инвестиционной активности экономикообразующих организаций. В 2014 году 109 экономикообразующих организаций Омской области обеспечили более 38 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал, что на 10,5% выше уровня 2013 года. Позитивным моментом является сохранение высокой инвестиционной активности малого и среднего бизнеса на уровне 9 миллиардов рублей в год. И это несмотря на сложности с привлечением банковских кредитов и неразвитости проектного финансирования. Во многом стимулирование малых и средних предприятий к инвестированию в развитие бизнеса способствуют реализуемые в Омской области меры государственной поддержки. В рамках региональной программы развития малого и среднего бизнеса компенсируются затраты на приобретение оборудования и по договорам лизинга технических средств. По данным субсидиям в прошлом году профинансировано 156 миллионов рублей на 20% больше, чем в 2013 году. За счет этих средств поддержано 93 производственных и строительных проекта. Получатели субсидий создали порядка 500 новых рабочих мест и на 1 рубль субсидий привлечено 2,3 рубля вне бюджетных инвестиций. В целом же в регионе в 2014 году реализовано 12 крупных инвестиционных проектов. Создан ряд крупных производств. Это завод по глубокой переработке масляничных культур «Продекс Омск», агрологистический центр и тепличный парниковый комбинат компании «Агрокультура», завод по переработке молока «Мелком», вторая очередь комплекса по производству моторных масел на Омском заводе смазочных материалов, завод по производству бумаги для гофрирования компании «Капитал», комплекс по выращиванию осетровых и других ценных видов рыб «Бородино», реконструкция и модернизация 28 животноводческих объектов на 7 160 голов крупного рогатого скота с установкой 8 доильных залов. При этом было создано 10 технологических линий по производству стройматериалов. Введена в эксплуатацию волоконно-оптическая сеть передачи данных общей протяженностью 3000 километров. Впервые связь такого уровня появилась в районных центрах Большоуки, Сидельниково, Теврист и Устишин. Кроме того, более полутора миллиардов рублей в прошлом году омские компании направили на программу модернизации. Общий объем налоговых поступлений в региональный бюджет от реализации этих проектов оценивается порядка 500 миллионов рублей и создано около 800 новых рабочих мест. До конца этого года планируется завершить реализацию еще 14 инвестиционных проектов с суммарным объемом инвестиций порядка 5,7 миллиардов рублей, что позволит дополнительно создать на территории Омского региона более 2300 рабочих мест. Сегодня все названные проекты становятся новыми драйверами роста для экономики Омской области. Кратко обозначу основные инициативы правительства Омской области, нацеленные на повышение привлекательности Омской области для инвесторов, создание понятной и комфортной среды для бизнеса. В первом полугодии 2014 года в Омской области полностью внедрен стандарт деятельности органов власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Следующий шаг – это повышение качества работы в рамках стандарта внедрения лучших практик национального рейтинга, состояния инвестиционного климата, а также реализация плана приоритетных мероприятий, направленных на улучшение позиций Омской области в этом рейтинге. В целях создания условий для вложения средств в регион в 2014 году обновлено базовое законодательство, регулирующее инвестиционную деятельность. Принят закон о государственном частном партнерстве в Омской области. Внесены изменения в региональный закон о государственной политике в сфере инвестиционной деятельности. И в областное законодательство введено понятие «Реестры приоритетных региональных инвестиционных проектов», которые сегодня уже позволяют систематизировать работу с инвесторами. Сейчас формируется законодательная база для того, чтобы проекты из этих реестров получали земельные участки без торгов. Так, создан региональный инвестиционный земельный фонд. По состоянию на 1 января 2015 года определено 225 земельных участков, которые возможно в него включить. И предложена практика предоставления инвестиционных налогов в каникул, хотя, на мой взгляд, этот инструмент инвесторы пока еще не оценили в полной мере. В прошлом году в целях снижения административных барьеров создания площадки для равноправного диалога бизнеса и государства в Омской области был введен институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. Кроме того, наложена работа такого инструмента, как оценка регулирующего воздействия проектов правовых актов в инвестиционной и предпринимательской сфере. Ну и важным событием стал запуск совместного со Сбербанком многофункционального центра развития бизнеса. В 2014 году начата работа по созданию индустриальных парков. Сейчас мы видим в перспективе два парка и рассчитываем привлечь на их формирование значительные инвестиции, в том числе и федеральные средства на строительство необходимой инфраструктуры. Эта работа сегодня продолжается. Все это укладывается в логику региональной стратегии социально-экономического развития. Конечно, с учетом сегодняшних реалий надзрела необходимость и ее корректировки. Эти работы планируются завершить до конца текущего года с привлечением представителей научного сообщества, бизнеса и общественности. Но приоритеты и задачи развития региона, конечно же, остаются неизменными. Основной упор в силу как региональной специфики, так и федеральных векторов развития делается на последовательную работу по импортозамещению, причем не только в высокотехнологичном машиностроении, как принято считать, но и в аграрном секторе. При этом сегодня мы не сидим сложа руки в ожидании федеральной финансовой помощи. Мы сегодня используем и свои ресурсы, и возможности. Во многом достижение поставленных задач способствует работа по созданию и развитию региональных приоритетных отраслевых кластеров, поддержке системообразующих предприятий. Большинство ключевых направлений в рамках кластеров реализуются в соответствии с намеченными планами, хотя некоторые из них корректируются с учетом изменившихся внешних условий. Отдельно хочу сказать об организации производства инновационной продукции для нужд крупных федеральных и корпоративных заказчиков. 2014 год стал началом реализации дорожной карты по расширению использования высокотехнологичной и в том числе импортозамещающей продукции омских наукоемких организаций для нужд «Газпрома». За 2014 год омские предприятия поставили компании продукции на сумму более 700 миллионов рублей, и в текущем году эта работа продолжается. Из областного бюджета будет компенсироваться часть затрат омских предприятий на проведение сертификации продукции по стандартам стратегических предприятий. Продолжая развивать этот опыт, планируется расширить промышленное сотрудничество с организациями, реализующие проекты развития Арктики. В этом году планируется проведение международной выставки высоких технологий и техники для Арктики, Сибири и Дальнего Востока в ТТА «Омск-2015», которая станет эффективной площадкой для поиска и выстраивания долгосрочных стратегических контрактов. Сегодня заключены соглашения о сотрудничестве с шестью федеральными холдингами и обеспечено утверждение рабочей группой военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации дорожной карты комплексной программы «Инновационный транспорт Севера». В прошлом году открыта первая очередь Омского технопарка радиоэлектроники, Центр по проектированию и изготовлению радиоэлектронных компонентов на базе УНИИП. Ведется формирование второй очереди производственно-технической линии на базе производственного объединения «Эртыш». Успешно проведены первые испытательные пуски «Ангары» легкого и тяжелых классов, собранных на полете, из комплектующих преимущественно российского производства. В результате на омских предприятиях АПК выпуск продукции увеличился в 1,2 раза. Два омских проекта одобрены для включения в программу «Ниокр» «Газпрома» с финансированием порядка 200 миллионов рублей. В марте этого года в целях развития импортозамещения создан Центр промышленной кооперации. Продолжается работа по выстраиванию системы продвижения продукции омских предприятий в крупные российские инфраструктурные компании. Это также «Газпром», «Роснефть», «РЖД», «Сибур» и другие. В рамках кластера «Нефтепереработки и нефтехимии» подписано соглашение с «Газпромом». Открыта автоматическая станция смешения масел на Омском заводе смазочных масел. Продолжена работа по реализации проекта «Биокомплекс». Основные направления развития агрокластера и региональной аграрной политики также выстроены с учетом поставленных федеральным правительством задач по импортозамещению. Необходимая для этого база в регионе имеется. Она была создана еще и в предыдущие годы и получила существенное развитие в 2014 году. Большинство из названных ранее крупных инвестпроектов, реализация которых завершена в 2014 году, напрямую связано с импортозамещением в агропромышленном комплексе. Также запущены новые линии по выпуску цельномолочной продукции, детского питания, молочных напитков и соков. Модернизировано оборудование по производству колбасных изделий на мясокомбинате в Калачинске и в июне будет запущен комбикормовый завод. Все это позволяет нам позиционировать Омскую область как регион-донор продовольствия. За прошлый год Омская область собрала более 3 миллионов 100 тысяч тонн зерна, произвела более 700 тысяч тонн молока и 250 тысяч тонн мяса. Все эти объемы значительно превышают внутренние годовые потребности региона. Растут объемы переработки сельхозпродукции на территории области и налоговое отчисление от предприятия ПК в консолидированный бюджет региона. Рост относительно 2013 года составил порядка 4,5%. Решаются сегодня задачи расширения рынков сбыта продукции внутри региона. Заключены и реализуются соглашения о сотрудничестве между правительством Омской области и торговыми организациями Омским облпотребсоюзом. Проводятся дни поставщиков и биржеконтактов, товаропроизводителей и представителей торгового бизнеса. Сформированы реестры организаций указанных сфер деятельности и организован постоянный информационный обмен между ними в ручном режиме. Доля местных продовольственных товаров в общем объеме продаж крупных торговых сетей превысила уровень 2013 года на 4,7% в зависимости от видов продуктов. Все крупные переработчики сегодня уже представлены в торговых сетях и в основном увеличили объем поставок выпускаемой продукции. Значительно сегодня расширена ярмарочная торговля местной продукцией. Организовано более 570 губернских и сельскохозяйственных ярмарок в областном центре, на которых за 2014 год реализованы продукции на сумму свыше 300 миллионов рублей. С начала текущего года проведено около 200 ярмарок. К ярмаркам в областном центре привлечены не только муниципальные, но и частные рынки. Кроме того, в большинстве муниципальных районов еженедельно проводятся ярмарки выходного дня. Для сельхозтоваропроизводителей сформирован и размещен в открытом доступе специальный региональный реестр торговых мест. Он включает в себя более 3000 торговых мест, в том числе 9054 бесплатных, во всех районах Омской области и городе Омске. Вместе тем, около трети сегодня торговых мест остаются свободными. Отдельно хочу отметить новую инициативу, направленную на стимулирование сбыта продукции местных сельхозпроизводителей. Это проект «Крестьянский продукт», который реализуется на территории двух муниципальных рынков города Омска. В рамках этого проекта организована ежедневная продажа свежей и качественной продукции товаропроизводителей из 16 муниципальных районов области. Амичи получили возможность покупки деревенского молока, сыров, творога, мяса, дикоросов. Товаропроизводители могут самостоятельно привозить свою продукцию на рынок. Также организован и централизованный закуп на частных подворьях. Считаю, что сегодня важно максимально задействовать возможности потребкооперации по закупу продукции у селян. Возродить этот серьезный ресурс. Для этого с 2015 года региональным правительством введена грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ на развитие их материально-технической базы. Уверен, в ближайшем будущем это даст хорошую отдачу в виде роста объема сельхозпроизводства, сельхозпереработки, занятости на селе и обеспечения мячей качественными продуктами питания по приемлемым ценам. Уважаемые депутаты, активные преобразования сегодня происходят, пожалуй, в одной из самых значимых и сложных сфер – это жилищно-коммунальное хозяйство. Это базовая, обеспечивающая отрасль, которая предоставляет населению жизненно важные услуги, а экономике дает возможность бесперебойно функционировать и развиваться. И здесь важно отметить, что отопительный сезон 2013-2014 годов мы прошли успешно, без сбоев и аварий. Вместе с тем, необходимо признать, что главнейшая наша задача – это модернизация ЖКХ. При этом она осуществляется не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. А ведь от успешности ее решения напрямую зависит улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. Несмотря на принимаемые на федеральном и региональных уровнях меры, кардинальных изменений в этой отрасли пока не наступило. Проблемы ЖКХ стоят по-прежнему остро. И об этом свидетельствует то, что больше всего вопросов от вас поступило именно то, что касается этой сферы. В своей работе региональное правительство уделяет ей большое внимание. Так, например, уже сделаны первые шаги по привлечению частных инвестиций в сферу ЖКХ. В прошлом году частными инвесторами реализовано 30 инвестиционных проектов в 9 муниципальных районах. Ну, пока на сумму 95 миллионов рублей, но мы считаем, что эту работу нужно будет продолжать. И для повышения эффективности отрасли в последние годы внесено существенное изменение в законодательство. Старые, неэффективные схемы работы заменяются новыми и пока еще непривычными механизмами. Речь идет о внедрении концессионных механизмов для привлечения частных инвестиций, о новшествах в тарифном регулировании, о новой системе финансирования капитального ремонта многоквартирных домов. При этом нужно понимать, что ведется работа на долгосрочную перспективу и не ждать моментальной обдачи. В прошлом году в ЖКХ снесены изменения, предусматривающие переход к самой жесткой форме государственного контроля. Это лицензирование в сфере управления многоквартирными домами. Это было сделано для защиты прав и интересов собственников жилья от некомпетентности, а зачастую и недобросовестности управляющих компаний. До 1 мая 2015 года управляющие компании должны были пройти соответствующую регистрацию и получить лицензию. В противном случае они лишаются права осуществлять работы по управлению многоквартирными домами. Лицензирующим органам Омской области была определена госжилинспекция. На сегодняшний день по состоянию на 1 мая 2015 года принято положительное решение на выдачу лицензий 131 управляющих компаний из 318 зарегистрированных. Оценить эффективность этих изменений прямо сейчас мы, конечно же, не сможем. Насколько возрастет ответственность управляющих компаний, уровень конкуренции и качество предоставленных им услуг – вопрос будущего года. Много вопросов и нареканий вызвала организация капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Хочу рассказать о том, что делается правительством в этом направлении. Региональная система капитального ремонта формировалась на территории Омской области с конца 2012 года. Был создан региональный оператор в лице Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Утверждена необходимая нормативная база, в том числе долгосрочная региональная программа капитального ремонта, включающая почти 8 тысяч многоквартирных домов и краткосрочные планы ее реализации. К полноценной работе по исполнению своих функций региональный оператор приступил в октябре 2014 года, когда выставил первые квитанции за капитальный ремонт. И как результат, конечно же, получили шквал жалоб и претензий от наших жителей. Власти региона были вынуждены вмешаться в сложившуюся ситуацию и совместно с региональным фондом уже в ручном режиме находить выход из сложившейся ситуации. Были проработаны вопросы об открытии дополнительных терминалов оплаты Росфехосбанком. Уточнены базы данных абонентов, создан абонентский отдел фонда с представительствами в округах, а также центр по работе с телефонными обращениями граждан. Кроме того, подготовлен и находится на рассмотрении в Законодательном собрании Омской области проект изменений в региональный закон об организации проведения капремонта в многоквартирных домах. Этот закон предусматривает сокращение сроков перехода собственников с общего счета регионального оператора на специальный счет с одного года до четырех месяцев. Это позволит собственникам более оперативно управлять своими средствами. В ближайшее время желающие смогут перейти на специальный счет и при накоплении необходимых средств провести капитальный ремонт даже раньше срока определенного региональной программы. Но хочу подчеркнуть самое главное. В рамках региональной программы капитальный ремонт начат. И это сегодня нужно делать. В 2014 году на 475 домов подготовлены дефектные ведомости. Собственники 262 домов согласовали с метой на проведение ремонта. Отобраны подрядные организации. И на 130 домах этапа 2014 года начались работы. Все эти дома будут ремонтированы до конца сентября текущего года. Не менее актуальный вопрос для получателей коммунальных услуг – это утверждение нормативов их потребления и тарифообразования. В течение 2014 года организованная и проведена масштабная работа по сбору данных, расчету и утверждению нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению. Для обеспечения легитимности расчетов к оценке результатов работы были привлечены независимые эксперты и приведена экспертная оценка нормативов потребления. Важную роль в обеспечении прозрачности и публичности этой работы сыграла деятельность Общественного совета при Региональной энергетической комиссии Омской области. Впервые жители региона в рамках работы совета были представлены тарифные заявки наиболее крупных ресурсно-собжающих организаций. Представители общественности в формате живой дискуссии обсуждали структуру и содержание будущих тарифов формировали свои рекомендации. В результате фактические значения тарифов, установленные на 2015 год, оказались значительно ниже предложенных организациями. Это еще раз подтверждает, что сегодня необходимо развивать диалог с общественностью, усиливать ее роль в процессах принятия ключевых управленческих решений в социальной и экономических сферах. Мною даны соответствующие поручения по созданию общественных советов во всех региональных органах власти. В настоящее время такие советы уже работают при девяти органах исполнительной власти Омской области. Ну и еще несколько слов о тарифах. С 2015 года у городских дачников появилась возможность сэкономить на электроэнергии в целом более 20 миллионов рублей. Уже с 1 января дачники платят за электроэнергию по льготной цене с учетом понижающего коэффициента 0,7. Раньше эта льгота распространялась только на жителей сельской местности. Также в прошлом году принят региональный закон, которым определен круг лиц, имеющих право на льготные тарифы. Это позволило ограничить рост платежей населения за коммунальные услуги предельными индексами. На компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям из областного бюджета предусмотрена субсидия порядка 85 миллионов рублей. Кроме того, пяти газораспределительными организациями впервые на 2015 год установлен размер платы за технологическое присоединение к сетям, не превышающие 50 тысяч рублей. Это позволит сделать более доступным подключение газа как для жителей, так и для малых предприятий. Данная мера позитивно отразится на уровне газификации нашего региона, который по состоянию на 1 января 2015 года составил 27,3%. Всего в 2014 году в Омской области за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников построены порядка 418 километров газопроводов различного назначения и газифицированы более 12 тысяч квартир, что на 36% больше, чем на 2013 году. В рамках своего доклада хотелось бы затронуть вопросы и региональной транспортной системы, дорожного хозяйства, рассказать о мерах, принимаемых правительством Омской области по их развитию. Озвучу несколько цифр. В 2014 году обеспечено содержание 10 тысяч километров автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Введено в эксплуатацию более 40 километров подъездных дорог к 13 населенным пунктам. Это на 32% больше, чем в 2013 году. Приобретена 40-11 техники для государственных предприятий дорожного комплекса Омской области. В 2014 году открыто правонное переправо у поселка Белый Яр в Тевридском районе. Для транспортного обслуживания населения северных районов Омской области запущено два новых катера. Заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между правительством Омской области и РЖД. В прошлом году в регионе удалось сохранить пригородные электрички. В ситуации, когда многие регионы отказались от них, в Омской области по железной дороге в пригородном сообщении было привезено более 3 миллионов пассажиров. Важность этого социального вида транспорта особо отметил президент России в рамках прямой линии. Немаловажно, что пассажиры в прошлом и в текущем году оплачивают только 55% от экономически обоснованной стоимости поездки. Остальные средства компенсируются из бюджета региона. Роль стоимости перевозок на 2015 год не превысил рекомендованную Минтрансом России планку уровня фактической инфляции. В пределах 5 километров от Омска стоимость поездки, как и в прошлом году, осталась на уровне 16 рублей. Реализация этих мер имеет высокое значение с точки зрения обеспечения социальной стабильности в Омской области, повышения качества транспортного обслуживания населения. Уважаемые коллеги, приближается трехсотлетие города Омска и в 2014 году на мероприятие по подготовке к празднику было направлено 3,7 миллиарда рублей, из которых 2,1 миллиарда это составили федеральные средства. Работа ведется по различным направлениям. В первую очередь это модернизация социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. В рамках подготовки к юбилею уже проведены работы по реставрации 19 объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Завершено строительство уникального досугового комплекса «Пичья гавань» на Левобережье, построен детский сад, а также образовательный комплекс, включающий школу и детский сад. Большое внимание мы уделяем и спортивным объектам. В 2014 году открыт Центр олимпийской подготовки с отделениями единоборств и велоскортов. Он уже стал площадкой для проведения крупных областных и всероссийских соревнований по различным видам единоборств. Суперсовременный велотрек соответствует всем международным стандартам, и в России известен только один велотрек такого же уровня, это в городе Москва, но он был построен более 30 лет назад. С тех пор ничего подобного в стране не возводилось. Не менее важная транспортная и инженерная инфраструктура города. В прошлом году выполнена реконструкция городских магистралей, построены два путепровода через железнодорожные пути, это Торговая и 21-я Амурская. Реконструированы ленинские водопроводные очистные сооружения и построен крупный канализационный коллектор. Эти объекты сняли острые проблемы по водоснабжению и водоотведению в ряде районов города. Для подготовки Омска к предстоящему юбилею мы стараемся объединить усилия органов власти, предприятий и общественности. Один из ярких примеров – это реконструкция улицы Чикана-Валихана. Это самый масштабный проект в сфере городского благоустройства, и реализовать его удалось без затрат регионального бюджета, благодаря финансовой поддержке инвесторов. В итоге улица стала пешеходной, приобрела новый современный вид, и следующим шагом станет реконструкция исторической части города – улицы Ленина. К юбилею много сделано, но много еще предстоит. В наших планах это масштабная реконструкция исторического комплекса «Омская крепость». Начата подготовка к реконструкции здания, в котором будут размещены музей имени Врубеля и культурно-образовательный центр «Элементаж Сибирь». Проектная документация уже готова в полном объеме. К юбилею города мы завершим реконструкцию здания театра «Галерка» и капитальный ремонт «Омского цирка». Немало работ впереди и в сфере дорожного строительства. Дороги – это один из самых наболевших вопросов. К знаменательной дате мы планируем улучшить транспортные связи с новыми строящимися микрорайонами в Центральном, Советском и Октябрьских районах. И в этом году будет завершен крупный дорожный объект – это западный обход города Омска. Он соединит федеральные дороги Тюмень, Омск и М-51, увеличит пропускную способность транспортной системы области и, конечно же, улучшит экологическую ситуацию в мегаполисе. Что касается социальной сферы. С учетом принятых изменений плана к юбилею будут построены еще два детских стада на Левобережье и школы, при которых создадим группы для дошкольников. Также рассчитываем завершить строительство главного корпуса Омского государственного университета имени Достоевского. В сфере здравоохранения реализуем два крупных проекта. Речь идет о поликлинике на тысячу посещений в смену на левом берегу Иртыша. Это будет первая поликлиника, построенная в Омске после 1990 года. Еще один объект – это городская детская клиническая больница номер 3, которая будет являться, наверное, самым крупным объектом за Уралом, именно объектом назначения. В сфере физкультуры и спорта мы поставили задачу завершить в этом году строительство Ледового дворца в Советском округе. В процессе подготовки к празднику мы сталкиваемся, конечно же, и с определенными трудностями. В связи со сложной экономической ситуацией мероприятия плана подвергнуты серьезному секвестру. Это, конечно же, было сделано на федеральном уровне, и в 2015 году из предусмотренных 5,6 миллиардов рублей федеральных средств секвестировано 3,3 миллиарда. И в основе же это дополнительные источники для замещения этих средств отсутствуют. Наиболее проблемные вопросы связаны с реализацией трех крупнейших проектов. Это строительство Красногорского гидроузла, Омского метрополитена и аэропорта Омск-Федоровка. В постоянном контакте с федеральными министерствами мы прорабатываем все варианты по реализации этих проектов. Завершая доклад, хочу еще раз подчеркнуть, что события прошлого года и последнего времени в очередной раз показали, что мы имеем достаточный запас прочности, чтобы перешагнуть через все трудности. Их преодоление и выход на новый уровень развития Омской области возможен только в конструктивном диалоге с представителями бизнеса и общества, привлечении всех неравнодушных, талантливых жителей Омской области к принятию знакового для региона решений, совместном поиске и внедрении на лучших практик, которые станут залогом процветания Омского региона и каждого его жителя. Уважаемые депутаты, я хотел бы поблагодарить вас за поддержку инициатив регионального правительства и за объективное рассмотрение предоставляемых законопроектов, а также за постановку актуальных и слободневных вопросов, на которые я постарался ответить в ходе доклада. Дополнительно в законодательное собрание направлены письменные ответы на все ваши вопросы. Конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом и совместные усилия во многом обеспечили достижение озвученных мной результатов. Вместе мы многое сделали и уверен, что сделаем еще больше. Главное, у нас есть понимание, по какому пути должен двигаться и развиваться наш регион. Я хотел бы вам сказать, давайте вместе, проявляя гражданскую ответственность, работать на благо Омской области и омечения. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...